Интересно, что за фиолетовый песок? Я раньше никогда не встречал такое по мусорной свалке. Просто пипец. Даже не помню, что я видел побережье в таком вот просто жутком состоянии. Везде, вот куда ни посмотришь, все в мусоре. Как все здесь подизменилось, представляете? Территория затопленная. Представляете, вы приезжаете в Анапу и вас встречают вот такое вот на пляже. Уверен, что и дюны здесь тоже были. Они местами остались, но море вот так вот просто все смывало. Дальше прохода нет. Какого хрена частный сектор перегораживает берег? Вообще, почему там стоит это здание? То есть те, кто выделял эти участки, садить. Все обмыло, все подмыло, развернуло, завалило. Как выворачивало все, что здесь было. Очень разнообразное, обычно выглядящее побережье. Поворачиваешь камеру назад, а тут, конечно, трындец. Примерно так же, я думаю, мечтает сделать и в Анапе. А тут вообще какое-то строение сложило полностью. На берегу моря черного. В таких местах, это, конечно, выглядит немножечко абсурдно. Эта волна приходила, подмывала, разносила и сносила. Переломало все, что здесь было. Грунта, я так понимаю, шторм забрал очень много. Какая-то лестница была, ее выломало. Здесь тоже бетонные плиты. Увидел с берега тут постройки. Бунгало, живи не хочу, на берегу моря. Вот зашел за дюну, здесь еще один домик. Выброс сейчас произошел по всему морю. Вот такая вот субстанция. То есть, видите, она разваливается. Втором веке здесь тоже сносил те насыпи песка. Впервые на берегах Веселовки. Вот прям на берегу застроены комплексы. Какова красота! С левой стороны, друзья, наблюдаем Лиман Цокур. Тут мы уже въезжаем из Веселовки. Здесь поля тоже постепенно застраиваются на въезде. Потому что место становится довольно-таки привлекательным. Тем более, оно станет заменой Благовещенской. Ну, а вот та самая надпись, которая ознаменует начало населенного пункта. Веселовка. Население у нее на 2010 год было 1700 человек. Сейчас, я думаю, побольше будет. О, в котором он дорог сразу попался по пути. Ну, и те, кто здесь отдыхали, пишите вообще, что, как, почему, куда. Потому что я, в принципе, приехал впервые в эти места. Вижу здесь дома советской постройки. Имеется впереди магнит. Через 300 метров поверните налево на Гвардейскую улицу. Но вообще, сама Веселовка расположена между Лиманами Цокур и Кизилтарские. Находится через Бугасскую косу на побережье Черного моря от Благовещенской. Там построят Новую Анапу и будет очень большое количество людей. Но все-таки... Поверните налево. Те, кто... Ну, кстати, видите, налево мне говорят, поверните навигатор. Здесь пища висит путь. Внимательно, не доверяйте навигатору. Это улица Гвардейская. Там, я думаю, центр находится. Туда, собственно, нас она и вела эта дорога. Мы будем искать, наверное, пути к морю. Потому что они нам более интересны. По крайней мере, хочется посмотреть, как там выглядит. Здесь обычный частный сектор. Много разных частных магазинчиков. Ну, и сетевые мы тоже с вами увидели. Это у нас улица Черноморская. А это значит, что она 100% у нас ведет к морю. Прям чувствую. Направо повернешь, на море попадешь. Интересно, у нас получится обзорчик. Потому что вот эта сторона, она выходит на Кизилтарский лиман. Да, я, кстати, отсюда даже его вижу. И я все правильно еду. Так посмотрел, что по навигатору. Надеюсь, добраться и до Бугатской косы. И здесь есть еще грязелечение. Озеро Соленое. Думаю, что тоже будет интересно посмотреть. Да, вот отсюда вижу и Бугатскую косу. Или Манки-Зелтарский. В левую сторону. Ну, а здесь обычный частный сектор. Хотя сказать, что, да, тут на побережье Черного моря находится. У нас уже гостиница во всем. Здесь пока такого бешеного развития, по крайней мере, не видно. Возможно, туда к морю побольше будет застройки. Ну, и тротуар. Есть парень, по нему идет, кстати. Форма одежды. У него классный свитер. Штанишки уже даже без курточек. Также вижу, что строят дома жилые. И квартиры продают походом. Ну, либо под сдачей. Может, продают, чтобы летом можно было зарабатывать. С левой стороны частный сектор тоже развивается. Гостиницы строятся. Не думаю, что кто-то дом решился здесь построить. Если курсак, почем здесь сотка земли, тоже пишите в комментариях. Будет интересно узнать, на что тут нет. Но тут везде продается все. И видите, поля нарезаны. Сейчас, конечно, опасно покупать земельку с новыми генпланами. Вообще, место под солнцем. Вот так вот называется. Тоже, походу, какой-то комплекс для проживания. Либо сдачей аренды. Левой стороны остался. Заканчивается эти жилье в стяжке. Да, ну, застройка здесь, я хочу вам сказать, тотальная идет. О, друзья мои, посмотрите, какие открываются. Виды. Во-первых, здесь находится мемориал Великой Отечественной войны. Лиман Кизилташки. Туда, в тумане, это была Говещенская, в левую сторону. Здесь стоит пушка и памятник. Мемориал, кстати, очень красивый и в хорошем состоянии. Обычная память нашим героям, отдавшим жизнь, для того, чтобы мы с вами жили в мирное время. К сожалению, сейчас идет опять у нас сражение за это. Какова красота. Слушайте, вот впереди мы видим как раз-таки большой комплекс там гостиниц разнообразных. И сам вот берег Кизилташского лимана, и Абугаская коса. То есть море, море, везде море. Красота. Даже не ожидал, что мы сегодня с вами будем такое наблюдать. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Походу, влево можно было проехать. Попробуем проехать вдоль лимана. В любом случае будет интересно и полезно нам посмотреть, как это все выглядит. Дорога здесь, в принципе, раскатана. Что, думаю, что будет все хорошо. Ну, тут, кстати, очень удобно. Можно подъезжать и при хорошем ветре северном запускаться прямо от машины. Потому что берег Лимана абсолютно в свободном доступе. Для меня это немножко странно. То есть нам там с той стороны прям запреты колоссальные ставят. А здесь, получается, открытая дорога. И же я не хочу. И строится прямо, смотрите, на берегу лимана. Дома. Это шок-контент лично для меня. Потому что далеко, как говорится, от Анапской администрации. Здесь Тимрюкская работает. То есть она от этих местах не относится. И поэтому, возможно, здесь другие правила. Вон еще деревянный домик строят. Прямо недалеко от моря. Но можно и на море ходить. Кизелтавский лиман, в принципе, он хороший, чистый. Можно и в нем купаться хорошо. Но мне интересно, получится ли добраться до берега моря. Или придется возвращаться обратно. Надеюсь, что у нас все получится. Вода здесь соленоватая, поэтому такое себе будет удовольствие. Сейчас на машине пытаться здесь грязь месить. Мы попробуем. Ладно, я думаю, что вам это будет, наверное, не сильно интересно для контента. Мне надо, как говорится, собраться с духом. И попробовать преодолеть это все. Жилье умолеет. Такая дорога. Прямо приезжайте, отдыхайте, ребятки. Все будет у вас хорошечно. Как говорится, а что нет-то? Если застрянете, звоните. Не хватает надпись еще такой. Я смотрю и в ту сторону там дороги были. Ну, возможно, ездят, но когда нету такой грязи. А вот и частный сектор, пожалуйста, тоже живут же люди. Ну, и тоже с местами под сдачу. Интересно, интересно, сколько здесь участки стоят, чтобы купить себе и построить прям в таких местах жильем. Конечно, развлечений, как вы понимаете, здесь таких глобальных нету. Парков, аттракционов, всего остального. Но для тихого отдыха это будет идеальное место. Я уверен, что многие, кто любили именно Влаговещенскую за это, будут перемещаться в эти места. Так, ну, вроде бы, дорога мне показывает, что туда куда-то она должна меня привезти. Будем на это надеяться. Проход к морю свободы написано, правило пребывания. То есть заезжайте, а здесь, наверное, сюда либо закрыт, либо как-то платный там или еще что-то. Ну, здесь, опять-таки, много частного сектора строится, уже построенного впереди, наблюдаем. Говорят, единственная большущая проблема здесь с канализацией. Ну, сейчас, я думаю, мы ее не увидим, а вот в летний период она существует. Потому что вы и сами видите, насколько близко вода, грунтовая здесь. И при том, что у нас дома не было дождей, это просто вот, ну, лиман находит, да. То есть септики сливать здесь довольно-таки проблематично. То есть должны быть бревные ямы, которые герметичные, и в них уже сливаются, потом откачиваются лосицы. Как это работает, на самом деле, честно, не знаю. Вот со стороны Лугасской косы здесь много разнообразных. Ба, слушайте, ну, правильно, я поехал. Так что до моря мы здесь доберемся сегодня. Это хорошо. У нас еще час времени до заката. Так что, думаю, сегодня еще и будет красивое видео с закатом и весело. Тоже деревянные домики, но это уже прямо перед дюнами, прямо на самом-самом берегу Черного моря. Но с этой стороны здесь закрыты выезды на пляж. Я видел, что с той стороны забора можно было проезжать, но сейчас там дорога затоплена. То есть проезд в данный момент времени невозможно. Даже отсюда видно, да, подтопление. Выезжают ли туда в летний период времени, ну, я, честно сказать, не могу. Сейчас поднимемся туда на дюну, пройдем в ту сторону и точно все увидим. Ну, там палаточники стоят, значит, где-то они в любом случае находятся. Ну, прямо на берегу устроены комплексы. Интересно, в летний период надо будет приехать. Мне прям нравятся эти местечки. Море. Я сегодня весь день провел на Азовском море. Думаю, по пути не заехать нам на Веселовку. И, походу, я не зря приехал. Во-первых, закат уже прям готов порадовать нас. Во-вторых, здесь побережье выглядит тоже красиво. Ну, вот по берегу моря, видите, машины проходят. Тут прям все раскатано и двигаются уже в ту сторону. Там тоже какие-то есть навесы. Значит, тот пляж востребован на 200-300%. Да, жалко, конечно, кататься по берегам. Ну, сейчас, честно, бывает, что и пограничники ездят. Страцинское тяжело. Поэтому, ну, в принципе, и должно быть. В ту сторону у нас находится еще поселок Волна. Мыс Железный Рог, а дальше Крымский полуостров. Ячертани. Бомбы там и видим. Ну, и морюшко. Посмотрите, как оно здесь волнуется. Ах, какова красотища, ребятки. Ну, вот я впервые на берегах Веселовки. Я впервые вместе с вами наблюдаем моими глазами эти места. Выглядит довольно-таки интересно. По крайней мере, лично для меня что-то новое, необычное. Это прекрасно. Пройду чуть в ту сторону, покажу вам, как та территория выглядит. Я недавно был на Бугатской косе и добирался с той стороны до рыб. Там Гырово называется местечко. И там перекапывается, соединяется лиман с морем. Именно там мне тоже очень понравилось находиться. Я увидел вот эти территории, да, насколько они прекрасны. Сколько много здесь деревьев. Видите, как дюны зарастают. Когда по ним не ездят квадроциклы, здесь просто, наверное, не востребовано это очень сильно. И вот прям такие островки, да, все остальное сметает. Шторм века здесь тоже сносил те насыпи песка, которые были. Только я тоже уверен, что было прямо целиком. И туда, в ту сторону, до самого конца. Какие ветки деревьев торчат. Насколько сильный был, да, шторм тут, что выкидывал такие вот деревья. Ну, интересно вам показать еще, как отличается именно берег. Я что-то этого не сделал сразу. То, что, во-первых, у нас выброс сейчас произошел по всему морю. Вот такая вот субстанция. То есть, видите, она разваливается. И похоже это на какой-то жир, какое-то сало. И запах у него такой же. То есть, говорят, о, видите, мыльная. То есть, это выбросило пальмовое масло. И вот так вот это все по всему берегу. Здесь немного больше этого пальмового масла Благовещенское находится. Но здесь оно тоже имеется. То есть, теперь нефть была, а тех пальмовое масло. Другая часть, можете увидеть, что здесь очень много камушков. То есть, обычно мы приезжаем, ракушка. Но здесь камушки. Раньше влаги тоже было прям очень-очень много. И у нас на побережье было много. Ну, люди собирают потихоньку домой возят, и они пропадают. Это не значит, что море там каменный берег. А это значит, что просто, ну, состав именно такой берега рушится, и попадают камушки в море. То есть, чего-то нету. Вообще что-то актива тут с китайскими иероглифами. То есть, побережье симпатичное, классное и интересное. Ого-го, ребята, отсюда чуть зашел. Посмотрите, какая капитальная застройка идет. Просто невероятное количество однотипных домов, гостиниц. То есть, сюда приходит, так сказать, курортный бизнес. Главное, чтобы организовали канализацию, тогда цены им не будет. Такое, бац, местечко. Люди приходят, отдыхают. Из того, что было, соорудили. Костерчик наслаждается морем. Вот на песке костерчики такое себе. Лучше в мангальчик, а потом это все выбросить. Подальше от берега. В Веселовке еще интересно съездить вот на ту гору. Там такой вид открывается сразу на два лимана и сюда на морюшко. Я был с той стороны, когда Южную Винную Компанию показывал. Посмотрите видео на Ютьюбе. Там тоже было очень красиво. И на это посмотреть все можно. Ну, а здесь мы видим с вами Кизилташский лиман. Его окончание непосредственно перед курортной частью Веселовки. То есть, сама Веселовка находится вот сюда побыше. А здесь именно береговая линия. И как раз таки, где расположены все гостиницы. В частном секторе тоже, я так понимаю, можно отдыхать. В принципе, как у нас в Витязево. Но в основном люди там находятся. Да, смотрите. Здесь вроде как перекрывают, перепахивают. Чтобы сюда не выезжали машины. Но по берегу моря не проезжают. Потом заезжают оттуда и двигаются по самой косе. Плюс здесь очень много разных домиков. То есть, то здесь, то там же. Пойдут поближе. Покажу. Тут вообще находится туалет. Видите, на пляже. Ну, вот такая вот обстановка. То есть, по идее, свободный выход. Они пытаются люди, которые занимаются охраной этих мест, перекрыть. Но народ все равно катается. Ну, вот сортиры типа прям туда. И в грунтовую воду ходят. И все. В салфетках, бумажках. Замусорено, загажено. Накатанные дороги. То есть, машины здесь ездят. Если вдруг у кого-то есть такие вопросы. Я даже пытаться не буду. Потому что не люблю выезжать на пляж. Я прекрасно гуляю, крючочком, ногами наслаждаюсь. Ну, вот видно, да? Была дюна. За дюной стоял какой-то домик. И шторм века, который обрушился на наше побережье уже около двух месяцев назад. Конечно, и здесь подуничтожил эти места. Но при этом сам домик устоял, который здесь находится. Такое бунгало. Живи не хочу. На берегу моря. Прямо мечта. Интересно, кому они принадлежат, эти домики. Что это такое вообще? Такая как лежанка. Там что-то сохранить. В общем, смотрится прикольно. Выглянул. И здравствуй. Морин. Рядочком. Туалет. Еще один туалет. Тут какую-то крышу снесло. Только если тут застройка была тотальная. Мусор, а сколько. Ух, прям жутко. Тут убирать и убирать надо. Все усыпано им. Ну, надеюсь, что есть тоже люди, которые неравнодушны с этой стороны. Приходят и убирают. Потому что мы со своей стороны это делаем. Но сюда кататься, как бы, нам, честно, далековато. А так, морская идиллия. Идешь. И наслаждение морем. Если бы еще не мусор, было бы еще лучше. Вот скамеечка на бревнышке сел, на море посмотрел. От заката удовольствие получил. Камни, видите, сколько их здесь много в песке. Я говорю, чем отличается их пляж от нашего. То есть у нас только ракушка встречается. Таких даже больших, я даже в детстве не помню, чтобы их еще и так много было. А здесь вот выкидывает. Прямо, видите, песок с камушком. Вот зашел за Дюну. Здесь еще один домик. Домик тоже кто-то жил. Вот такая лежанка большая. Окошки открываются. Интересно, да? Может, люди, конечно, чем-то занимались здесь, время проводили. А может, просто живут в этот период времени. Ну, мусор бы, конечно, поубирать вокруг. Когда по Дюнам, друзья, не ездят всякие квадроциклы, то на них растут вот такие вот колоски. И раньше у нас прям все Дюны были в этих колосках. Сейчас от них остались только воспоминания. И они большая редкость. То есть они очень легко уничтожаются. Многие мне доказывают, что зачем беречь эти Дюны. Здесь, видите, как много это растительности. И небольшие Дюны даже устояли от этих сильнейших волн и штормовека. Дюны безумно жалко. Даже несмотря на то, что здесь устояло много, они пострадали. Вот до сюда мне было интересно дойти. Увидел с берега тут постройки. Интересно, что они реализованы с того, что, как говорится, было. Я понимаю, то, что выбрасывало море. Люди с этого и строили. Потому что все доски, это дрифт-вуд. Самое интересное, что они тоже пережили шторм. Хотя потоки, вы сами видите, да, как-то мило, несло. Это был, конечно, трешак. Тоже опять там находится какой-то туалет. Туда еще какой-то домик. И здесь тоже очень большая такая постройка. Ну, классно, когда люди, говорится, используют то, что приносит море. То это даже экологично и круто. И такая вот по центру кровать, я не знаю. Может быть, конечно, и стол. Сейчас это замело песочком. В общем, весь берег в таких постройках. Это мне чем-то напоминает тот момент, когда я приезжал в Штормовое. И увидел издалека застройку на берегу от Казантипа. Там металлические такие сооружения. Ну, и здесь что-то. Городили, строили полностью. Весь берег в таких вот бунгало. Их, конечно, разрушило. Думаю, перед штормом выглядело это все поинтереснее. Давайте вернемся в сам поселок. Потому что хочется еще успеть увидеть и закат, и озеро Соленое. Я потом еще вернусь обязательно перед летом сюда. Потому что не думал, что у меня, во-первых, настолько зайдет это побережье. Прямо я все-таки вау. Трудно. Так все пока маленькое. Тут есть и свободные места. Единственное, от мусора было поменьше. И вот это жестко выброшенное пальмовое масло везде. Меня тоже очень расстраивает. Сколько может погибнуть всяких наших птиц и всего остального. Валка, конечно, берег моря. И очень непонятно мне, почему здесь порядки не наводятся. Вроде поселок есть, курортная составляющая присутствует. И деньги в любом месте выделяются на уборку пляжа. Потому что в правилах благоустройства это полностью все прописано. Здесь даже следов того, что кто-то убирает, не видно. И на фоне этого хочется выразить большую благодарность нашим ребятам в Анапе, которые постоянно наводят порядки. От души спасибо вам. Ушли с той стороны Бугатской косы. Сюда уже к самой поселку Волна. И если быть честными, здесь не так много мусора на берегу. Возможно, здесь действительно происходит уборка. Вот за Бугатскую косу никто браться не хочет. Ну, в принципе, туда даже заезд транспорта запрещен. И, возможно, под эту дудку как бы чищена и молчание. А так, на самом деле, хотелось бы все-таки, чтобы ответственные люди наводили порядки. Везде было чисто. Ну, нет. Вот там перед этим строением мусор, в принципе, валяется. Возможно, вот тут ребята перед собой убрали. Тут дальше видно, что чуть-чуть есть. Ну, и дальше там вообще прям тоже печаль, грусть, тоска творится. Так, я думаю, что давайте прокатимся в ту сторону подальше и посмотрим, как там пляжи выходят. Потому что здесь, где мы вышли, в принципе, уже и так все видно и понятно. Я, конечно, очень понимаю, что людям хочется строить больше гостиниц. Ну, это жить просто. А куда это все стекать будет? Представляете, сколько всяких отельчиков здесь уже готовятся. Каркасы сделаны. Осталось только их привести в чувство и все. Да, интересно, это будут продавать как квартиры, ну, апартаменты или именно будет отельный какой-то комплекс. Если знаете, имеете, как говорится, такую информацию, напишите, мне будет интересно прочитать. Ну, а мы возвращаемся с вами на дорожку, с которой вообще начинался наш с вами обзор и попробуем еще дальше вот в ту сторону проехать. Потому что по карте там проезда нету. Вот этот кусочек обошел ногами. Теперь интересно посмотреть, что там. Жуть, просто жуть, сколько строительства. Если есть инфраструктура, конечно, то есть откачка сточных вод, то, пожалуйста, наоборот, то есть сколько людей будет на таком великолепном берегу отдыхать. А в другом случае, потому что мне говорили, что это проблема, это может быть прям жестко. Потому что никаких очистных сооружений я рядышком не вижу. А вот септики по дороге сюда я видел. Вот это место называется проезд Кизилташский. А здесь строятся еще деревянные дома. В общем, территория полностью уходит под застройку. В общем, я решил проехать дальше, но тут, походу, все, тупик. То есть только вот эта опорная стенка и дальше дюна. Но туда другая дорога ведет. Сейчас мы с вами заедем на вторую часть. Побережье застроено. Вот это, получается, как бы не сильно используемый участок пляжа, в котором вы можете приезжать отдыхать. В общем, я немножко удивлен, конечно, строительству на берегу Кизилташского лимана. Ну, вот как есть все. Тут даже газ есть и люков очень много. Я думаю, что воду тоже развели. Но электричество, я думаю, вы видите сами. Там впереди еще два подъезда к морю. Думаю, один из них центральный. И еще вот эти строения, да, тоже очень удивили. Там трехэтажные, правда, на берегу моря, которые, ну, поселочко развивается. Вот эта вся территория застроится. И это будет одно из, наверное, топовых мест, потому что оно небольшое, довольно-таки, но людей поменять сможет много. Надо им думать насчет развлечений разнообразных. И тогда будет здесь вообще прям весело. Видите, где что-то такое старенькое, да, построено? Какая-то база отдыха. Насколько далеко она от моря стоит и повыше. Оазис называется, кстати. За ней еще одна стоит. То есть раньше впереди ничего не строилось. Потом кто-то территорию купил, продал, продал, купил. Ну, и теперь вот застройка идет тотально. Вот, пожалуйста, там еще один участочек тоже облагораживается. Тут уже гостинички построены. Вот, кстати, здесь наверх дорога пошла. То есть, ну, вот мы въехали, так сказать, наверное, в центр уже развитый. Именно всякими гостиницами, кафешками. Потому что здесь не машин стало побольше, собственно. И работает все же. Даже озон есть, что уж говорить нам. Кафе тоже, причем, кафе работает, фамилия. С правой стороны тоже много разнообразных домиков. Такая тотальная застройка. Прямо как небольшие курятнички стоят. А тут вообще идет строительство так огромных домовладений. Или тоже отель. Много-много машин. В левую сторону можно было проехать к морю. Я думаю, сейчас мы туда и завернем. Да, ну, здесь застройка, конечно, тотальная. Ну, тут правильно строить дачу от моря. Меньше шансов, что потопит. Хотя до самого моря, в принципе, недалеко. Потом тротуарчики сделали. Хорошую дорогу. Можно даже на автобусе каком-то подвозить. Хотя, в принципе, здесь близко. Я сразу хотел на улицу Некрасова на эту заехать. Но не хватило мне внимания. И я ее проехал мимо. Дорожный переулок. То есть, ну, с дорогами тут явно проблема. К большому сожалению. Есть и такие вот заброшки, которые, я понимаю, уже долго стоят. Интересно, докуда здесь доходила вода во время именно шторма века. Если у вас есть информация, обязательно напишите в комментарии. Если есть фото-видео, присылайте мне на WhatsApp 8 9 8 8 333 7 8 8 7. Буду рад. В ту сторону проходит тоже. Улица к базе какой-то. Она тупиковая. Да, я еду правильно. Тут прям дорога к морю. Не удивляйтесь, правда, таким покрытием. Повторяюсь, вода близко. И только при этом какая-то тяжелая техника, она сразу же все продавливает. Поэтому здесь только надо вот плитами, как сверху сделано, территория. То есть мы были вот возле тех домов с левой стороны. А сейчас примерно по центру заезжаем к берегу моря. Там написано, что кемпинг имеется. И там уже какие-то домики больше похожи на это. И впереди у нас тупичок. Понимаю, далеко мы тут уже не уедем. Но нам и не надо, в принципе-то. Вот так вот это все выглядит. Здесь вот Кизелташский один. И вот мы оттуда до сюда доехать не смогли бы. Только если там на пляж выезжать, чего я делать не хочу. И вот такая панорама здесь, ребята. Орык сделан, чтобы тоже никуда не уехать. И прям на берегу моря все это стоит вместо дюн. Конечно же, здесь все сразу подписано. Частная территория. Кемпинг, душ. Все предлагают. То есть в летнее время машинки подъезжают. И прям на берегу моря проезжают. Что с левой стороны люди живут, что с правой. Дюны, дюны никому нафиг не нужны. Казать, что их тут не было, мы, наверное, не поверим. Потому что мы с левой стороны с вами их наблюдали. Хорошо, что поехали сразу в ту сторону. Вот, конечно, мне интересно, как здесь море бушевало. Потому что там я вижу сломанный забор возле этой базы. Ну, тут даже сетка, в принципе, погнута, но вылежала. Ну, опять мусор. Если с той стороны только сетки пострадали, то посмотрите, что происходило здесь. Какая-то лестница была, ее выломала. Здесь тоже бетонные плиты. И вот тут как-то это очень стрёмненько выглядит, на самом деле. Если вы отдыхали, то обязательно пишите о том, ну, вообще, как протекает здесь отдых. Я думаю, в ту сторону. И показывать места, которые, так сказать, безлюдные, нет смысла. Вот здесь, как раз, где расположены кемпинги и базы отдыха, где приезжало, отдыхало очень много людей. Давайте прогуляемся и глянем их со стороны моря. Потом уже на машине поедем до самого озера. Жалко, конечно, солнышко садиться в тучи. И сегодня туманно, потому что, наверное, в те моменты, когда очень прозрачный воздух, можно гораздо более всего интересного увидеть. Вот, видите, оттуда прям спуски, так понимаю, были. Вот еще одна лестница валяется. Ну, грунта, я так понимаю, шторм забрал очень много. И переломал все, что здесь было. Выход для жильцов. То есть вот так вот сплошный план до берега моря. Вот как такое появляется в нашем мире, в нашей стране, мне, честно, непонятно. И вот количество грунта, которого не хватает, конечно, говорит о том, что здесь берег тоже море забрало очень сильно. Ну, все, как говорится, как есть. Все по факту показываю, рассказываю вам. А вы уже мне поможете, как говорится, озвучить, что действительно здесь поменялось. Там впереди уже вообще-таки колоссальные разрушения, которые произошли на пляже. Ух, море щипит на меня. По берегу прошел все еще дальше. Здесь картина вообще жуткая. Волна приходила, подмывала, разносила и сносила. Туда внутрь водичка забегала. Уф. Вроде таких построек-то не было сильно жестких. Но то, как люди это все делают. То есть что-то типа свай бетонируется как-нибудь. И стоит, приносит финансы. На берегу моря черного в таких местах, которые, конечно, выглядят немножечко абсурдно. Теперь видите, этот бетон на этих слоях вообще здесь висит. А тут вообще какое-то строение сложило полностью. Или, может, бар был какой-то, снизу подмылось, сверху со сломалом. Интересно, конечно, как это все выглядело до шторма, эти места. Но шторм века здесь, разрешений, на дело тоже много. О, кстати, вот тут хорошая улица была. На месте подъезда. Сейчас здесь не спуститься. Получается, по всей территории пляжа прошелся. Вот отельчики прям с выходом на берег. В ту сторону забор сложиво. Ну, бочки вроде на месте стоят. Интересно, это все бани? Нет, это номера, ребятки, вот такие, как в бочках. Живете на берегу моря. Береговая линия в Беселовке очень веселая в плане строения. Ну, вот то, что мы проезжали сами там наверху, на горе. Строительство идет такое. Тотально капитальное. Твоевская жадность не знает границ. Вот, кстати, труба шла-шла и куда-то ушла в берег. Может, штормом ее туда закопало. На самом деле она куда-то уходила в другое место. Никак не стекала в море. Будем на это очень сильно надеяться и уповать. Потому что, в принципе, тут очень много местечек, в которых люди, я так понимаю, привыкли отдыхать. База на базе, так сказать, находится. Ну, шум моря радует хотя бы. Чуть-чуть успокаивает от всей этой красоты, в кавычках, человеческой задности на берегу моря. Все, как говорится, как есть. Честно, даже не думал, что у нас где-то на песчаных пляжах есть вот такое, что прямо вот кемпинг, да? Называется Арго-юг. И прямо вот до самого берега. Тут реально остали 20 метров для того, чтобы люди расположились. То есть раньше были дюны песчаные там живые. Все это застроили. Вот примерно так же, я думаю, мечтает сделать Иванапе. Поэтому вот то, что будет дальше, ребят. Прямо смотрите. Или уже бы было, потому что пляжи-то у нас уже проданы. Если бы один дурак Азаровский не вписался на наши дюны, начал за них воевать. А здесь, походу, таких дураков не нашлось. Ну, это же все. Новенькие такие строения. Видео-наблюдения. Все построено еще, скорее всего, под госпрограмм. Потому что глэмпинги строят и развивают. Сказать, что я удивлен, наверное, ничего не сказать. Тоже, видите, на сваях водичка туда гуляла. Вот это СССРовские постройки. Скорее всего, какая-нибудь бригада в то время еще была. Кстати, я пешочком, походу, дошел уже до самого озера. Обычно надо вернуться обратно и доехать. Вот дальше двухэтажное что-то. Даже типа жилого здания стоит там. Тоже постройки. Интересно, конечно, что это такое. Да, видите, лодки стоят. Я не ошибся. Вторая бригада стопроцентная. Ну, как бы, просто они все однотипные. И, в принципе, одинаково выглядящие. Там кончаются в горе базы отдыха. И потихонечку видим вот этот брус, который огораживает это озеро. Для любителей ракушек. Здесь их тоже много есть. И с камушками, и песок. То есть оно очень разнообразное, обычно выглядящее побережье. Поворачиваешь камеру назад, а тут, конечно, трыдец. То есть шторм века, видите, здесь что-то посносил. Там прям с кирпичами все валяется вперемешку. Здесь здание, кто поближе к морю называется, построит. Поставили, а в него прям врубились волны и посносили. Посмотрите, как выворачивало все, что здесь было. Картинка, так сказать, жуткая. Хорошо, что в это время никто не находился там. Просто выломало все. Жесть. А ведь деньги приносило, стояло на этом, зарабатывая стопроцентно. Какая-то территория заканчивается, за ней следующее начинается. Интересно, а где оно вообще все остановится? Тут тоже какой-то вагончик стоял. Видите, лестница повыше. Все обмыло, все подмыло. Развернуло, завалило. Шторм действительно, видите, не спрашивал. Можно вам, нельзя вам. Уничтожал все на своем пути. Я на самом деле еще буду смеяться, если вот дойду, тут заборы к озеру не пройти. Потому что вижу впереди какие-то камни. То есть на этом пляжная территория, ну, в принципе, да, заканчивается вся эта история. Камни, конечно, очень красивые здесь. Закат с ними классно смотрится. Я так понимаю, что это все привозное, чтобы хоть как-то остановить разрушение берега. Там как будто частная территория. Все заделано. И попробуем пройти дальше, конечно. Мосточки. Даже от рельс есть. Такие, как говорится, шпалы. Походу, все на этом, что ли, дальше никак не пробраться. Здесь вот спуск к морю такая отлестенькая. На этом все завершается. Морской берег это местечко зовется. А где в этом берега пляж? О, и все. То есть закончилось все территорией мангальной и перекрытой зоны. То есть дальше прохода нет. По берегу. Либо только по камням как-то лезть. Стыки узнают. Но я боюсь, что не пролезу. Специально сделано, чтобы люди не ходили. А вон уже озеро соленое виднеется впереди. Ну, пипец. Мне в такие моменты очень хочется подслушать нашу водоохранную службу. То есть, кто отвечает за берега морские. Какого хрена частный сектор перегораживает берег? Вообще, почему там стоит это здание? То есть, те, кто выделял эти участки, садить нахрен. То есть, те, кто дозволяет то, что вот это проходило, что я иду по берегу моря и не могу пройти, тоже посадить. Что это такое вообще? Почему такие моменты на стране беспредельные происходят? Жесть. Нет, на самом деле, кажется, здесь вообще какая-то тема беззакония. То есть, строю, где хочу, что хочу, то ворочу. То есть, вот оно море. И вот эти все постройки моря поосносило. Сейчас будут писать так же, как Вова писали. Говорит, мы строили, море было далеко. Ну, хрена вы здесь строят? Я понимаю тех, кто там на горе строит. Там видели старенькие базы. Но все остальное, это прям пет-пет. Сюда же СССР косячил на берегу со своими постройками. Продолжим наше движение тоже. Дом СССРовской постройки. Наблюдаем с вами. И по прямой. Все-таки попробовать надо добраться до озера. Мне, по крайней мере, этого очень сильно хочется. Заодно и досмотрим всю эту базу до конца. Много очень строителей. Кстати, вот этот проход к море я вам показывал. Вот как центральный. Там и развлекательные учреждения какие-никакие, но были. Что-то мне подскажет, что впереди мы сейчас воткнемся в какую-то загородку стены. Хотя, может быть, там есть вроде обеспаковка пляж. На левую сторону пошла. В общем, кафе. Аква-марин называется местечко здесь. Может, у нас какие-то развлечения есть. И вот эта рыба, наверное, база. С домиками, площадками. Которая с той стороны тоже нещадно подмывала. И вот, глядя на нее, тут, наверное, вся эта с тотальной застройкой произошла. Единственное, что, видите, это никак местечко не подписано. Наверное, как-то тоже не обозначается. Если кто-то знает, как правильно это называется, напишите. Так. Здесь еще наверх можно было уехать. Но там что-то... Вот им надо какой-то тягач брать, чтобы туда забраться. Будем надеяться, что нам удастся копаться. Дороги, конечно, на видео, я думаю, прям жуткие. Хорошо, что я пешком все прошел, вам показал. Потому что свободного прохода в эти места вообще нет. Там даже пляж дальше перегородили. Насколько уже, как говорится, живут люди в другой параллельной вселенной. Что могут такое все позволить. Ну, вот здесь игородили, чтобы вообще никто не считался. Я даже не удивлюсь. Сейчас мы приедем в ту сторону. Там и дальше будет стоять ограждение, чтобы даже озеро и краям глаза не увидеть. Но все-таки надеюсь на лучшее. Вот те места, в которых я уже дальше пройти не смог. Тотально морской берег. Застройка тоже еще. Бочки. Еще немножко. Ну, тут вроде бы все-таки получится подъехать к соленому. На этом озеру. Посмотреть, как там выглядит береговая полоса. Строительство везде. То есть, где кипит работа. Вот здесь селовки. Тут прям и рабочих много, и строится все. Вот в правую сторону там, наверное, больше такой частный сектор. Застройка. И мы поворачиваем сюда, на береговую полосочку, которая между морем и соленым озером находится. Озеро это знаменитое тем, что оно почти полностью там пересыхает и покрывается соленой корочкой. Ну, а также там лечебная грязь в нем находится. Я понимаю, сейчас мы там ничего такого не увидим. Тоже что-то пытаются или строить, или добавлять. Короче, ничего не понятно. Давайте посмотрим на озеро в этом месте и на море, как выглядит. Оно очень красивое, очень большое. Вообще, такое вау. Эффект, конечно, посмотреть, как оно пересекает. Но сейчас воды в нем, я так понимаю, много. Ну, и застройка. Видите, там с гор. И та часть тоже гостиничками под застрой. Ну, что, море рядом, почему бы и нет. Вот поворачиваешься, и вот оно уже рядом. Тут, я смотрю, укладывают прям ФС-ки. Вот что буду делать потом у нас, чтобы хоть как-то защититься от моря, которое сюда будет приходить и поднимает эту территорию. Возможно, здесь были какие-то строения. Вот это, по крайней мере, устояло. Вот, видите, дальнейшая защита берегового укрепления. Думаете, придет шторм сильнее, это его удержит? От души говорю, что нет. Потому что уверен, что и дюны здесь тоже были. Они местами остались. Но море вот так вот просто все смывало и заходило в ту сторону. А сейчас вот привозят камни. К тому, что ждет вообще в дальнейшем Анапское побережье, если люди будут бездумно уничтожать наши дюны. Песок ниоткуда не возьмется, ребят. Будет вот именно вот так. То есть вот камнями пытаются тоже там укреплять. Ну, ну, он даже бетон ломает море. Вот тот забор, до которого мы дошли с той стороны. Вот оно побережье куда дальше. На закатных, как говорится, лучах. И теперь, говорится, спасай, не спасай, это пипец. Еще это пальмовое масло. Прям очень много, слушайте. Прям моментами прям кучи целые лежат. А так, я очень удивлен, что никаких шлагбаумов не встретил. То есть сюда приезжай, отдыхай, наслаждайся на эту косу. Там пошел грязью помазался, сюда вышел. Море искупался. В общем, красота. Это картина маслом при привыке. Представляете, вы приезжаете в Анапу и вас встречают вот такой вот на пляже. Или веселовку вот люди приедут, а тут такие камни валяются. Огромные. В эти вот отели на берегу моря. Вот им весело будет, я чувствую. Честно, странно, почему вот в сторону Бугасской косы там как бы перекрыто, а здесь свободный проезд. На другой стороне, как бы хорошо, что есть такая возможность. Дорога эта, в принципе, нанесена на эти карты. Но что вот эти за дома означают, как знаете, как захват земельных участков. Типа вот я тут построил, у меня уже дом есть, там приватизация, все дела. Вот это мне система напоминает именно такая. Типа теперь сносить нельзя, а вот они мои границы. То есть вот эти вот колышки, да. А Молик говорит, что это мои границы. Видите, как оно все сюда несло и наполняло этот лиман водой. Потому что люди приезжают на берегово-линии, на отдых. Попробуем проехать, я просто, ну, честно, не знаю. Дорога вроде там как бы была, но перекрытия никаких ограничений не увидел. Можно здесь делать движение нельзя, честно, от души не знаю. Но что-то мне, чем дальше еду, меньше этого делать хочется. То есть представьте, все, что здесь было на косе, ну, все посмывало. Это больше как для фиксации фактов того, как вот смывало, уничтожало здесь дюны. Показать. Здесь они, как бы, здесь были. Ну, я вижу по вот этим, да, растениям, что, в принципе, бутылки здесь эти присутствовали. То вы можете сами видеть, что произошло с этим всем. Что-то у меня такое ощущение, что я начинаю как будто проваливаться. Ну, вот тут, видите, дюны остались. Значит, все-таки не присутствовали. Значит, все-таки это как раз-таки водой это все и посмывало. Такая вот картина, как говорится, маслом, друзья мои, что поуничтожало все просто хлам. Когда приходит волна, и я так понимаю, она теперь довольно-таки часто здесь приходит. Там дальше, вон, дома стоят. Вот что у них, значит, дорога все-таки не существовала. Обратите внимание на то, как здесь уничтожен вот этот вот варечек. Фонари стоят, видите, по всему периметру. Это значит, что сюда шла и дорога, причем с освещением. Тут тоже какое-то здание, тоже, возможно, какая-то рыббригада находилась. Тут что-то плод прибило. Кстати, из чего можно сделать? Смотрите, газировка, которая продается, да, то есть баллоны с ней остаются. Сейчас герметизируется, и, пожалуйста, ходи потом по этому лиманчику. И то есть вся эта дорога сейчас полностью затоплена, которая здесь сто процентов была. Да, вот теперь начинаю я все-таки понимать масштаб всего того, что здесь происходило, и как все здесь подизменилось. Представляете, территория затопленная, какие. Просто жуткая картинка. Там вон машина стоит. Ее поднище залило песком. С этой стороны тоже можете увидеть, как позаваливали эти вагончики, как это сейчас все выглядит. Грустно и печально. Все-таки не верится, что настолько мощная может быть стихия, и такие разрушения может приносить. Пишите в комментариях, прав я или нет, что действительно такие масштабы разрушения здесь колоссальные, или все-таки мне больше кажется, чем это есть на самом деле. Я, от души говоря, не ожидал такого. Чем дальше по косе веселовки, тем жучшим я стану. Посмотрите, какое количество мусора море выкидывает. Я говорю, то есть получается даже уже не шторм века, а обычные небольшие шторма переходят к осу, потому что убрало песок вместе с дюнами, и весь этот мусор в соленое озеро несет. просто смотрище, волосы дыбом становятся. Ну вот, остовы, так сказать, дороги, которая здесь вообще была. Можно наблюдать тут строение, даже к нему электричество подключено. Да, друзья мои. Конечно, картинка маслом. То есть вот видите, на дорожке там люди двигались. Пепец. Здесь после этого мусора ощущение такое, что я не на море, а на свалке нахожусь. Просто даже на дюнку заходишь, как говорится, чего-то только нет. Зато здание на камерах храняется. Прикольно, да? То ли воду там хранят, то ли еще что-то. Кстати, доходим до интересного места, там где песчаная коса кончается, и такой прям резкий берег вверх поднимается. Жутко, жутко, как стихия все разрушила. Ну вот сама в конце это коса. Сейчас уже перед подъемом, также этим озером, здесь даже стоит лодочка, чтобы собирать мусор. Но тут столько людей, надо чтобы его собрать. Я, честно, даже не помню, чтобы я видел побережье в таком вот просто жутком состоянии. Для меня, ребята, это просто шок. Вы все знаете, как я переживаю за дюны, переживаю за берег. Здесь просто везде, вот куда ни посмотришь, все в мусоре. Это вот озеро, в ту сторону моря. Жесть вообще. Вон со стороны моря ты такой идешь, и как будто бы по мусорной свалке. Просто пупец. Вот твари те люди, которые допускают попадание мусора. Ну турецкие, видите, непосредственно в... Та же самая фигня. Хотел сказать, не только турецкие, там разные. Вот белый белый, это русский. Большинство, конечно, не на шинском, но большинство на русском. Мне было интересно, конечно, увидеть чистоте эти пляжи, может, они и в таком виде бывают. Но сейчас точно полный трындец. И дальше, вот до Крыма у нас уже мелкого берега нету. У нас идет вот такая вот отвальная стена, и под ним находится берег моря. Значит, поселок Волна, наверное, один из самых известных ранее до того, как порт не построили. Там тоже очень много людей отдыхало. И, как говорится, любовались этими моментами. Но сейчас, говорится, из-за порта там людей стало, конечно, поменьше, потому что проблемные моменты встречаются. Мне тоже интересно, что за фиолетовый песок. Я раньше никогда не встречал такой интересный, конечно, окрас песка. И откуда он, в принципе, взялся. Если вы знаете, что это, я также вот там на центральном пляже такое увидел. Пишите обязательно в комментариях. Ну и здесь, видите, глина постепенно отваливается, море ее ломает. Вот так вот, вот дальше. Но уходить опасно. Видите, какая отвесная скала и она может отвалиться на вас в любой момент. Даже, по-моему, чем более опасно, чем на каменных пляжах. Вот дальше вот вообще видно, какие отвалы. Снялся на гору. Здесь вообще прям жуткая картина. Какие-то строения вот такого формата там заваленные. Мусором здесь вроде вот почищем. Самое главное, что хотел показать, это в обратную сторону вам эту косу. Это Лиманчик озера. Поскольку она большой, обширной. Еще на горе здесь лостов какой-то более старой постройки видится. Может быть, эта постройка была как сторожевая башня в свое время. Именно отсюда наблюдали как раз-таки за кораблями, выходящими из Азовского моря. Опасно подходить, потому что эти трещины можно улететь туда вниз. Крайне аккуратно. Да, хорошо, что там не стало подкос. Вот такая вот картинка. Фантастика. Друзья, ну вот такой получился немножко, конечно, вечерний, сумбурный обзор непосредственно на веселовку. Я в шоке от того, что мы с вами увидели. Вот то безобразие, которое происходит из-за стройки берега, перекрытия берега и кучи мусора. Хотелось бы все-таки нормального курорта, потому что место, честно, сказочное. Просто представьте, вы гуляете вдоль вот этой столы вечером на закате. Ну, какая красота, как это интересно может быть. Я еще не показал именно то место, которое выдается на соединение двух лиманов, но я обещаю, что мы по весне чисто сюда приедем, может даже с палаткой, и я вам покажу все более подробно. Сейчас, в данном моем времени все вот так выглядит. Я вас всех призываю, подписывайтесь на наш телеграм-канал, буду вас там рад видеть, от души поддержите подписки, также можете поддержать донатом на поездки, чтобы как можно больше интересного для вас снимать. С вами был Юрий Озаровский, вам всем привет, черноморский, увидимся в следующем ролик. Продолжение следует... Продолжение следует...